Всем привет! Все вы знаете, какие сейчас цены на комплектующие ПК, особенно на видеокарты. Вот даже 16.60 сколько стоит. Про 3000 линейку я вообще молчу. Просто бешеные цены. И в этом видео хочется поделиться своими мыслями и советами, когда можно будет собрать ПК и купить PS5. Но перед началом обязательно проверь, подписан ли ты на канал. Мы все еще идем к цели первой тысячи подписчиков и осталось уже не так много. Спасибо, что подписываетесь и пишите положительные комментарии. Мне очень приятно. Но еще скажу, что у меня на канале идет конкурс. На подписку PS Plus на месяц. Вот подсказка вверху. И честно не знаю по какой причине, но некоторые комментарии почему-то не видно. Я ничего не удалял. Может ютуб лагает и они появятся позже? Не знаю даже. Ну давайте переходить к основной теме видео. Как я и говорил, цены на видеокарты сейчас просто нереальные. И цена только растет. А PS5 вообще нет свободной продажи. Даже предзаказ не везде можно сделать. Если вы только не будете следить за сайтом 24 на 7. Потому что когда предзаказы появляются, они моментально раскупаются. Почему же так произошло? И когда же ждать понижения цен на комплектующие? И когда же можно будет купить PS5 без всяких очередей и предзаказов? Что касается видеокарт. Ну причин таких цен конечно много. Но основные это нехватка материалов из-за эпидемии ковида. И конечно опять майнеры. Как и в 2018 году. Когда цены тоже поднялись на все видеокарты. Их очень сложно было достать. И я не защищаю и не оправдываю ни майнеров. Ни компаний, которые создают видеокарты. Кстати, вроде были новости, что Nvidia создает 3060 с каким-то своеобразным чипом. Который предназначен только для майнинга. Играть на таких видеокартах нельзя. Будем надеяться, что они выйдут как можно скорее. И проблема с нехваткой видеокарт уйдет. Но еще в этом может помочь банальный спад биткоина. Который точно случится. Точно так же, как было в 2018 году. И по сути конечно можно понять людей, которые занимаются майнингом. Деньги почти капают ни с чего. Все же наверное хотели ничего не делать, а чтоб деньги шли вам на карту. Но то, что из-за этого пошел дефицит. Потому что они скупали по 15 видеокарт в одни руки. Это конечно обидно. Но еще читала достаточно интересные мысли. А что если сами компании искусственно создают дефицит? Подумали такие. Почему нет? Раз покупают, давайте делать меньше видеокарт. Меньше затрачивать ресурсов. Но заломим просто нереальные цены. Ну и что вы думаете? Все равно покупают. Потому что это все равно окупается. Потому что биткоины сейчас просто бешеный курс. Майнеры все равно скупают все видеокарты прямо с заводов. Они не успевают даже доехать до магазинов. Шани. Что Геральт говорит в таких ситуациях? Зараза! Но это вариант просто такое предположение. В общем, когда же ждать понижения цен? И когда наконец можно собрать себе мощный ПК? Ответить конечно сложно. Нужно ждать понижения биткоина. Тогда манить будет невыгодно. И видеокарты польются на БО рынок. А Nvidia и AMD начнут понемногу заполнять прилавки магазинов. Но когда это будет, сложно сказать. Но если судить по 2018 году, нужно ждать вторую половину этого года. Может после лета, ближе к осени, курс биткоина упадет. Он когда-то все равно должен упасть. И цены будут потихоньку приходить в свое обычное состояние. Сейчас лучше не покупать видеокарты. Пересидите на том, что есть. Иначе будет просто огромная переплата. Ну а теперь про PS5. Ну тут примерно такая же ситуация. Нехватка материалов из-за эпидемии. И конечно перекупщики, которые покупали по 10 предзаказов и продавали консоли на Авито. Тоже с дикой переплатой. Тут тоже надо просто подождать. Все равно сейчас на ней нет игр, которые поддерживают новые технологии. А те, которые поддерживают, можно пересчитать на пальцах. Поиграть во все новые игры вы сможете и на PS4. Тем более они все еще на нее выходят и будут выходить. Новый Horizon уже подтвержден. И что он точно выйдет на PS4. Новый God of War. Хоть я и по-прежнему не уверен, что он выйдет в этом году. Тоже вроде должен выйти на PS4. Да, не с такой графикой, как на PS5. Но все же, поиграть-то можно будет. Sony не оставит просто так такое большое количество игроков PlayStation. А что касается, когда же можно будет купить PS5 просто в магазине. Без всяких предзаказов и очередей. Ну, будем надеяться на лето. И где-нибудь к началу осени. Я думаю, Sony смогут наладить производство. И такой лютый дефицит пройдет. На этом хочу закончить. Я надеюсь, ответил на ваши вопросы. Кстати, а что вы думаете насчет повышения цен и когда они упадут? Можете написать в комментарии. Будет интересно почитать. Ну и не забывайте подписываться на канал. Если понравился ролик, то поставьте лайк. Ну и как всегда, получайте от игр только удовольствие и будьте здоровы. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok